В задачи Единой России сушить явку. И сегодня все комментаторы, притом я думаю, что это комментаторы проплаченные у нас партией Единой России, которые говорят, что ничего не изменится, все вы там болтуны, говоруны и так далее. Вообще-то у нас в власти сегодня находится партия Единой России. И от того, что изменится и не изменится, это все вопросы к ним. А вот делание все для того, чтобы люди не пришли на выборы, понижение максимальной явки, то есть сегодня порога явки не существует. То есть у нас факт остается фактом, что меньшинство выбирает наше будущее. И такое чувство полной безысходности. Для чего это чувство безысходности нагаливается Единой России нашими комментаторами и так далее, для всей нашей страны? Чтобы люди не ходили на выборы. Сегодня сделано удачные три дня голосования. Особенно в Вендино у нас сегодня электронное голосование. Поэтому бюджетников сегодня проще всего заставить проголосовать на сайте госуслуги, когда за спиной стоит руководитель. Поэтому, когда мы не идем на выборы, Единая Россия свое по-любому принесет. И так принесет, и так принесет. Им это выгодно. Вообще, если бы мы хотели, чтобы в стране наш был порядок, надо привести, как во многих странах мира, обязательное голосование. А то он такой, я против Единой России, и я останусь лежать на диване. Да ты когда остался лежать на диване, ты проголосовал за Единую Россию. Ты должен это четко понимать. А вот в тех странах, где понимают, как опасно, когда меньшинство правит большинством, введены вообще запрет. Каждый человек должен выполнить свой гражданский долг и проголосовать на выборы. Так вот, если бы проголосовал бы каждый, это Единой России бы не было давно. Так вот, допустим, возьмем такие страны, как Аргентина. Ну, вроде бы такая Аргентина. Штраф от 20 до 200 долларов за неявку на выборы. Люксембург от 80 до 240 долларов за неявку на выборы. Франция 500 евро за неявку на выборы. То есть на выборы надо прийти 100% населения и избрать легитимно. Даже в Пакистане могут до 5 лет тюрьмы дать за неявку на выборы. А у нас, пожалуйста, не приходите. Бюджетников мы силой заставим голосовать, а вы все остальные не приходите. Так вот, я хочу, чтобы вы знали, что любой, кто остался на диване, он проголосовал за Единую Россию. Только 100% явка на избирательные участки даст возможность не фальсифицировать эти выборы, а чтобы они были по-настоящему честными. Нельзя фальсифицировать то, когда 100% людей проголосовали. Вот тогда партия власти так зачешется на сковородке, тогда действительно будут избраны легитимные депутаты, легитимные губернаторы, мэры и партии.